Меня зовут Михаил Дашевский, я с C-Sharp, наверное, занимаюсь лет 10. Начинал с плюсов когда-то давно, потом перешел на C-Sharp. И так получилось, что года два назад передо мной встала задача разработки софта для банкомата внезапно и C-Sharp. И из этого доклад родился, про это буду рассказывать. Про что будет доклад? Доклад будет про workflow-ориентированный подход. Мы посмотрим, как можно большую сложную бизнес-задачу разбивать на маленькие шаги и комбинировать из них различные flow. И, возможно, даже когда-нибудь это могут делать не программисты, а какие-то другие люди. Я расскажу про инструменты, расскажу про задачу, которая возникла именно у нас в команде. И расскажу про проблемы, которые возникли у нас, как мы их решали. Давайте посмотрим вообще сначала, для каких задач может подойти этот подход. Первое – это автоматизация любых бизнес-процессов. Обычно для таких штук применяют какие-то сложные инструменты, типа той же коммунды. Когда есть дизайнер, можно красиво нарисовать квадратики, это могут делать как раз и программисты, соединять их с стрелочками. Получается такой большой бизнес-процесс. Но если вам нужно что-то без дизайнера, без такого отдельного большого инструмента, а что-то маленькое, работающее внутри вашего сервиса, для этого подойдет библиотека, про которую я буду рассказывать. Следующий юзкейс – это чат-боты. На самом деле даже можно чуть шире. Везде, где есть такое сложное взаимодействие с пользователем, где поведение системы зависит от того, что пользователь ответил. Обычно такое в чат-ботах бывает. Где нужно вести его по разному флоу. Удобно применять этот подход. Визарды какие-то. Наверное, уже все давно отвыкли видеть визарды, но на самом деле они все еще используются просто обычно не у нормальных людей, где надо сфигурировать какие-то сложные системы. Опять же, если сложный визард и поведение следующих шагов зависит от того, какие предыдущие шаги, что понажимал, какие кнопочки пользователь, можно попробовать применить. И оркестрация микросервисов. У нас был доклад про то, что микросервисы не очень нужны, модульный монолит нас спасает. Я, в принципе, с этим согласен. Но если вдруг все-таки вам нужны микросервисы и вам нужно сделать какую-то транзакцию, то этот инструмент поддерживает сага оркестрацию. Если ваши сервисы предоставляют API для того, чтобы что-нибудь сделать и что-нибудь отменить, то можно оркестрировать таким образом, чтобы вся транзакция прошла, либо наоборот вся откатилась. Будут вызваны методы автоматически. Банкомат. Наверное, все мы видели банкоматы, даже, наверное, всеми пользовались. Может быть, даже до сих пор пользуемся. Я когда приходил в команду и начинал разработку, тоже, в принципе, видел банкомат. Но по ходу работы, по ходу разработки софта выяснилось некоторые особенности, которые были не сразу очевидны, которые повлияли потом на архитектурные решения. Значит, первое, банкомат оказывается очень сложная железная штука. Там внутри есть куча модулей, которыми нужно управлять. И чтобы ими управлять, производители этих модулей обычно какие-то библиотеки, драйвера предоставляют. И в этих библиотеках есть много-много методов, которые могут вызывать их. Которые нужно вызывать в правильной последовательности для того, чтобы какую-то операцию сделать. У ресайкера самой сложной железки у нее может быть до сотни разных методов, которые в разных случаях надо по-разному вызывать. Нужно обрабатывать ошибки, смотреть, что вернулось, пробовать вызывать еще раз по-другому в разных операциях. И таких железок много. В рамках одной операции может участвовать 3, 4, 5 разных железок. Вторая особенность в том, что банкомат — это такое устройство, которое публичное. Не бывает, чтобы один человек им пользовался, как в приложении в телефоне, например. Он стоит где-то в доступном месте публичном, и любой человек к нему может подойти, и любой человек может сделать что-то не то, не то, что ожидалось. Начать операцию и не закончить уйти. Взять и нажимать все кнопки подряд. Еще что-то сделать. И банкомат при этом должен оставаться в нормальном состоянии, чтобы этот человек странно ушел, а другой подошел и мог продолжить работать. И если он операцию не закончил, ему бы деньги не достались кому-то другому, карточку бы просто так не осталось торчать, все такие операции банкомат должен вырабатывать корректно. Из чего вообще, из каких модулей состоит программное обеспечение банкомата? Первое — это пользовательское приложение. Это то, что мы видим, когда к банкомату подходим. Кнопочки всякие, анимации, все, что на экране видно. Это пользовательское приложение. Обычно для каждого банка оно свое. То есть каждый банк хочет сделать в своем фирменном стиле приложение, которое пользователь увидит. Причем оно может отличаться не только фирменным стилем, а еще и какими-то функциями. Какие-то банки, например, разные операции позволяют делать, которые другие не позволяют. Снять деньги по QR-коду, например. Или даже в одних и тех же операциях снятие наличных могут отличаться. Флоу выполнения операции может отличаться в зависимости от банка. Второе приложение сервисное — это приложение, чтобы настраивать банкомат. Им пользуются инженеры, которые к банкомату подходят и что-то там делают, смотрят. Статус железок. Отдельно им также пользуются инкассаторы, чтобы проводить инкассацию. И обычно это приложение пользователь не видит, и оно одно для всех банков. И есть еще сервисы, которые находятся не в самом банкомате, а снаружи. Это сервис управления сетью банкоматов и процессинг. Про них мы подробно говорить сегодня не будем. Когда вообще изначально встала задача реализации софта этого для банкоматов, мы придумали такое классическое, стандартное решение, что у нас есть сервис внутри банкомата, который рулит всеми железками, который общается с процессингом и сервисовым управлением терминалами, и он предоставляет API, такой обычный наш стандартный API для UI-ного приложения. UI-ное приложение – это был SPI на ангуляре, который просто вызывал этот API, и он контролировал всю логику. То есть, поскольку пользователь подходит к банкомату, начинает кнопочки нажимать на UI-ном приложении, мы решили, ну пусть это UI-ное приложение, всю логику операций внутри себя содержит, и просто API вызывает у сервисов, у dotnet-сервисов. Опять что-то сломалось. А, нет, сломалось, все нормально. Да. Значит, какие проблемы с этим возникли? Ну, во-первых, как я и говорил, мы предполагали, что каждое UI-ное приложение для банков будет свое, и мы хотели сделать API такой, чтобы банки просто сами могли написать приложение. То есть, взять фронт-эндера, настоящего живого программиста, не лоукод, и он бы, используя API, который сервис предоставляет, мог бы написать приложение уже со своим дизайном, со своей логикой, какой он нужен. И нам нужно было сделать валидацию. То есть, мы не должны были давать банкомату, например, просто взять и выдать все деньги из банкомата. Перед этим нужно было проверить, что транзакция в процессе прошла, что прошел опров, пользователь вставил карточку, и только потом можно выдать деньги. Или, например, что, если карточку пользователь вообще не ставил, нельзя там делать перевод со счета на счет. Ну, в общем, какую-то сделать логику. И второе, я раньше говорил, что железки сложные, нужно кучу делать вызовов. Соответственно, про все эти вызовы должно было знать UI-ное приложение, чтобы правильные операции проводить. И backend-сервис на C Sharpie тоже должен был знать, чтобы, во-первых, делать валидацию, во-вторых, вызывать уже это у драйверов. И из-за этого логика расползлась между UI-ным приложением и тутнет-сервисом. Разработчики и на тутнете, и на ангуляре им приходилось погружаться глубоко в детали, когда там какие-то изменения вносились в одном, в другом не вносились, все ломалось. В общем, это было довольно сложно. Плюс сложно было вообще организовать такую логику, когда для операции там есть десятки, иногда даже сотни разных вызовов, причем в разных последовательностей, в скуче ифов эта логика вся очень ненадежно начинает работать. Думали, смотрели, какое можно применить решение, решили остановиться на workflow-архитектуре. То есть мы взяли наши операции, нарезали их на маленькие-маленькие шаги. Каждый шаг делал что-то одно простое. И из этих шагов можно было комбинировать разные flow. То есть у нас получилось больше сотни шагов, и из них там несколько десятков было собрано flow. Вся логика ушла из UI-ного приложения. UI-ное приложение стало просто показывать то, что ему скажет сервис на дутнете. А внутри сервиса на дутнете уже был реализован из этих шагов собран workflow. В нужный момент времени он говорил UI-ю там, покажи такой-то экран, вот тебе данные. И переключись на другой экран, вот тебе другие данные. И UI-ное приложение, соответственно, показывало, и когда пользователь нажимал какую-то кнопочку, UI-ное приложение посылало в дутнете на сервис вызов, чтобы можно было flow продолжить. Дополнительным бонусом к этому появились, что мы начали использовать круг-флоу архитектуры, это flowchart-диаграмма. То есть стало можно рисовать диаграмму в нормальном человеческом виде, когда не только программист, но и тестировщик, инженер какой-то, аналитики могут смотреть и понимать, как работают все операции. И дополнительно можно описывать workflow не только в коде на C-Sharp, но еще и в JSON-е в YAML. И это тоже хорошая возможность для того, чтобы кастомизировать flow, чтобы его банки как раз могли под себя заточить, при этом не меняя код, даже не перекомпилируя положение, просто обновив JSON-чик, у них получался какой-то кастомный workflow. После того, как мы решили использовать workflow, нужно было выбрать технологию, собственно, движок, на котором мы бы все это делали. У нас были требования достаточно такие базовые, нам нужно было простой flow-выполнение, ветвление, циклы, параллельно запускать какие-то ветки, нужно было иметь возможность обрабатывать внешние события, потому что пользователи там нажимали кнопки, какие-то сигналы могли приходить в железок, это все внешние события, нужно было их поддерживать. Нужна была поддержка тут на 6-го и выше, и нам нужно было не какой-то вот типа коммунда, отдельный сервер, где будет flow работать, мы на банкомат коммунду ставить не хотели, нам нужна была библиотека, которая прямо будет внутри нашего сервиса работать и обеспечивать выполнение flow. Посмотрели довольно много библиотек, про некоторые из них расскажу, вот первый это Windows Workflow Foundation, часть тутнет-фреймворка большого, который не Core, к сожалению, не поддерживается тутнет-кор, этой библиотекой есть неофициальный порт Core.WF, но на момент, когда мы смотрели, там даже первого релиза не было, поэтому его мы особо не рассматривали. Следующий продукт это Workflow Engine, это как раз сервер, который отдельно работает от приложения, там есть дизайнер, в принципе, нам тоже не очень подошел. И вот две последние библиотеки, они примерно одинаковые, нам подошли, я сделал на каждый из них такой простой Proof of Concept, небольшой Workflow с шагами, и чисто субъективно выбрали Workflow Core. В принципе, Else тоже задачи всем могла бы решить, поэтому если вы будете что-то делать свое, на Else тоже можем внимание обратить. Из чего состоит, собственно, Flow? Первое — это шаги. Шаг — это отдельный класс, который реализует интерфейс iStepBody, и у него есть набор свойств, которые принимаются на вход и на выход. Чтобы шаг работал, нужно, вот как здесь пример, шаг, который считает сумму, на вход ему передать, установить два свойства, число первое и второе, и на выход он результат какой-то вернет. И также шаг может Flow выполнения обрабатывать. Вот там в конце возвращается Next, значит, что дальше будет вызван следующий шаг. Шаги все регистрируются в IOG-контейнере через DI, соответственно, если внутри шага нужны какие-то сервисы вызывать, можно их спокойно через конструктор получать и с ними работать. Ну и вот, да, как сказал, можно регулировать Flow выполнения, если все хорошо, вернуть Next, если все плохо, какой-то результат вернуть, и уже в самом Flow будет обработано. Каждый Flow имеет свой контекст данных, то есть пока у нас какая-то операция выполняется, нам нужно хранить при этом какие-то данные. То есть эти данные постепенно будут заполняться по мере работы самого Flow. Обычно это тоже какой-то простой класс с набором свойств, которые можно устанавливать. И обычно Flow, Workflow какой-то такой лонгранин процесс, когда у нас зависит от поведения, от реакции нескольких пользователей, поэтому этот контекст данных можно персистить, соответственно в Workflow есть разные провайдеры для сохранения в разные базы. Нам не приходилось использовать их, потому что у нас в памяти только весь стейт, но в принципе если нужно, это можно делать. Давайте вот теперь рассмотрим процесс простого Flow, который считает сумму каких-то чисел, нам нужно ввести первое число, нужно ввести второе число, вызвать шаг для подсчета суммы, допустим, отправить по e-mail пользователю этот результат. Как это сделать? Для того, чтобы сделать Workflow, нужно создать отдельный класс, реализовать интерфейс iWorkflow и методами последовательно вызывать, начиная со StartWith, затем Then передавать туда название шагов, которое нужно вызвать. Каждый Flow должен иметь свой аэдишник, какую-то версию, используя эти параметры, его можно таким образом потом вызывать. Начинается все со StartWith, каждая ветка туда передается просто шаблонным параметрам шаг, который мы хотим вызвать. И дальше вот в этом шаге есть Output, то есть мы хотим сохранить результат работы этого шага, у шага есть свойство Result, мы его записываем в контекст данных, в NumberA. Затем то же самое мы делаем для второго шага, записываем уже в NumberB и вызываем последний шаг, туда передаем из контекста, который записали до этого, с помощью Input передаем два наших значения и записываем в Result результат. И посылаем по e-mail, используя этот Result, который только что записали. помимо простого линейного выполнения есть естественно и ветвление, есть циклы, есть параллельное исполнение и ожидание событий. Значит, ветвление на примере, опять же, допустим, мы делаем какой-то сервис, которым можно только 18+, пользоваться и наш workflow должен проверить, является ли пользователь совершеннолетним, как это сделать. Мы также просим пользователя сначала ввести число какое-то, записываем его в контекте данных, а дальше с помощью метода if просто в этом контекте данных проверяем, является ли число, которое ввели, больше либо равно 18. Но у нас здесь два if, можно обратить внимание, почему? Потому что не поддерживается else. То есть тут нельзя сделать ветку else, поэтому придется делать две ветки if. Одна проверяет, что больше либо равно 18, другая, что меньше. Какая-то из них точно сработает. Соответственно, если работает первая, посылаем один email, если вторая, второй email. Циклы. Допустим, мы играем в игру, где надо угадать число, пользователь вводит число, и пока оно не будет равно нашему загаданному секретному номеру, будет бесконечно вводить, пока не угадает. Для этого в контекст данных мы заранее посетили какое-то секретное число, его можно как-то другим образом получить откуда-то, или там рандомно сгенерировать. Но суть в том, что можно в контекст данных заранее какие-то данные посетить, которые уже будут в рамках flow выполняться. И дальше просто цикл while, единственный поддерживаемый цикл это while. Здесь в условии проверяется, что пока число не равно загаданному, которое пользователь вел, то мы просим ввести его и показываем, показываем, говорим, что закончим цикл, когда уже число пользователь угадал. И параллельное исполнение. Часто бывает нужно какие-то ветки, какие-то задачи делать параллельно. Если у вас есть два каких-то вызова сетевых, например, долгих, можно сделать их параллельно. Для этого используется метод parallel и указывается одна ветка и вторая ветка. И в конце, в джоине, мы сюда перейдем только, когда будут обе ветки выполнены. Если там одна выполняется две минуты, другая три минуты, соответственно, через три минуты мы сюда перейдем. Этот механизм мы использовали для ожидания событий. Очень оказался для него подходящим. Сейчас до него дойдем, тоже расскажу. Часто бывает нужно чего-то ждать, когда флоу завязан на людей, на реакцию людей. Например, вот у нас может быть флоу, когда человек загружает какой-то документ, такой самый элементарный простой документооборот, и ожидает, что этот документ кто-то подпишет, какой-то другой человек. Соответственно, нам нужно, чтобы флоу наш остановился и ждал какого-то события до тех пор, пока это событие не придет, дальше не продолжался. Для этого мы также печатаем какое-то приветственное сообщение, типа загрузи документ и ожидай. И дальше есть метод waitfor, который остановит флоу до тех пор, пока не придет ивент. Какой ивент? Вот первым аргументом у него как раз есть название ивента, которое он ожидает, вторым аргументом может быть ключ. В качестве ключа может быть любой объект. Здесь в этом флоу это какой-то номер документа. То есть мы ожидаем не пока любой вообще рандомный документ будет подписан, а пока будет подписан конкретно этот документ с вот этим номером. И время, начиная с которого, мы будем ожидать. В workflow core есть особенность, что он хранит все ивенты, которые пришли к нему вот с момента старта хоста. Поэтому, если мы здесь время не укажем, то когда-нибудь до этого в нашей системе был подписан документ с таким номером, то здесь никакого ожидания не случится, он пройдет флоу дальше. А вот указывая, что мы начинаем ждать с текущего времени, значит, что мы все предыдущие подписанные документы эти не будем учитывать. Ну и когда произошла подпись, мы напечатаем еще сообщение. Для того, чтобы дальше это работало, нужно опубликовать события. Чтобы опубликовать, нужно вызвать хоста метод publish и publish event и передать ему все те же аргументы, которые мы передавали ему для ожидания. и еще есть один аргумент null, здесь он сюда можно передать любой объект, таким образом можно обмениваться информацией при передаче, если там это нужно. Здесь это не нужно, поэтому не передается. Где вызывать publish? Можно его вызвать, было бы, например, из контроллера, то есть была бы какая-нибудь админка у человека, который подписывает документы. он нажимает кнопочку, вызывается какой-то метод контроллера и публикуется ивент, продолжает выполняться флоу. Либо, что более интересный вариант, это могут быть отдельные workflow. То есть есть workflow человека, который загружает документы, есть workflow человека, который подписывает. У каждого свой, соответственно, человек, который подписал флоу, нажал кнопочку, внутри его флоу вызвался ивент, который поймал другой флоу. Таким образом продолжил свою работу. Ну и дополнительная возможность это представление workflow в виде JSON или YAML. То есть то, что мы написали на C-Sharp можно написать на JSON или на YAML. Но есть особенности. Во-первых, нам нужно указывать полностью полное имя класса, в том числе на Space. И оно начинает выглядеть достаточно неуклюже, особенно если мы используем какую-нибудь фичу driving development и у нас там много папочек, где лежат большая вложенность. Ну и вообще человек, который это пишет, должен знать, где лежат все эти степы. И второе, мы должны явно указывать следующий шаг, какой будет вызван. если в коде на C-Sharp мы просто последовательно вызываем ZEN, ZEN, ZEN и шаги выполняются, здесь нам надо напрямую указывать это. Мы так и не стали в итоге в Prode использовать пока ни JSON, YAML, может быть команда к этому придет в будущем, но пока мы от этого отказались, пишем на C-Sharp. Ну в принципе такая возможность есть. Ну и Flowchart диаграммы, все, что мы сделали на Workflow, можно представить в виде Flowchart диаграммы. Я даже сделал небольшую библиотечку, которую на вход принимает вот такой класс написанный на C-Sharp и с помощью Mermaid вот таким вот образом рисует диаграмму. Mermaid это инструмент, который с помощью кода позволяет диаграммы рисовать разные, любые, в том числе Flowchart. Вот он позволяет по этому коду сгенерировать такую. Библиотечка довольно сырая, там многие не поддерживаются еще моменты, хороший способ это с помощью нее сгенерировать такую основу, а дальше уже руками тексте докрутить то, что нужно. Тестирование. Все, что мы написали, хорошо бы протестировать, а поднимите руку, кто не пишет тесты. Никто не признает, кто пишет тесты. Отлично все пишут тесты, соответственно, эту штуку тоже хорошо бы тестировать, и мы тоже тестировали. Во-первых, шаги обычные, шаги, которые есть, их можно тестировать обычными юнит-тестами. То есть у нас был шаг, который суммирует что-то, мы создали в юнит-тесте этот шаг, посетили ему два значения, вызвали run-async его метод, и проверили, что вернул то, что мы ожидали. Ну и контекст, который принимается, можно просто замолкать, в нем ничего важного особо нет. Но самое интересное тестировать сами workflow, то есть шаги мы протестировали, а где гарантия, что мы их правильно вызвали в правильной последовательности. Для этого мы делали интеграционные тесты. Вот здесь прям кусочек интеграционного теста, который у нас прям работает в нашем коде, здесь операция, какая здесь операция, снятие наличных, нет, внесение наличных, здесь операция внесения наличных. То есть мы запускаем прям наш сервис, написали для него extension методы, которые позволяют прямо вот в логике домена нашего вызывать разные у него методы. Вначале я говорил, что мы сделали подход, что UI-ное приложение просто ожидает каких-то команд от workflow, соответственно у workflow есть методы покажи такой-то view. Вот начинается все с того, что мы ждем, пока нам workflow запустится и пришлет покажи view welcome. Это первое view, с которого начинается работа банкомата. Дальше мы имитируем вставку карты для всех железок, для всех методов железок мы написали моки, то есть понятно, что в тестах работают не настоящие железки, мы вызываем просто мок, который имитирует работу железки. И дальше мы ждем, пока перейдет на следующий flow ввода пин-кода, то есть по логике работы flow он ждет, пока вставит карту, когда вставили карту, показывает view-шку ввода пин-кода. Дальше опять же эмулируется нажатие на физическую клавиатуру на EPP, каких-то кнопок, и дальше пользователь выбирает операцию, там передается сложный довольно объект, его не стал здесь переводить, вносит деньги, мы ждем, что операция будет закончена, и просим напечатать чек. и в конце проверяем опять же какие-то внутренние уже состояния flow, что все хорошо, вот мы выдали 7000 точно так же, как и 7000 рублей, как и просили. И такие интеграционные тесты написаны для всех flow, для всех веток, которые могут быть ошибочных, позитивных, это очень сильно упрощает разработку, мы когда что-то делаем, знаем точно, что что-то не сломаем, остается только возможность чего-то сломать уже на уровне самих железок, но сами железки только руками можно протестировать. С какими мы сложностями столкнулись, когда все это реализовывали? Первая документация на библиотеку есть очень-очень скудная, и там описаны какие-то простые только самые вещи, все, что чуть более сложно, чем Hello World, нужно разбираться, как это сделать. Но у библиотеки открытый исходный код, соответственно, можно заглянуть, посмотреть, как все работает под капотом, если нужно, и разобраться. За библиотекой появился та же самая история, документация очень скудная, и нужно по коду разбираться, как она работает. Не очень удобно передавать данные в шаги через свойства, то есть вполне вероятна ситуация, когда мы вызвали шаг calculate, забыли один из импутов, и компилятор нам об этом никак не скажет. Если мы писали обычный код, у нас бы был класс, мы бы метод calculate, мы бы его вызвали, у него было бы два аргумента, number A и number B, и мы бы никак не могли забыть, нам бы компилятор не дало скомпилировать. Здесь такая возможность есть, соответственно, приходится это отслеживать на ревью, смотреть, что ничего не забыли передать. Ну и тесты, опять же, позволяют это легко определить. Довольно сложный кейс ожидания нескольких событий. Представим ситуацию внесения наличных, мы открыли шторку шаттера для человека, чтобы туда положил деньги. Нам надо дождаться теперь ивента о том, что деньги туда появились. Мы подписываемся на ивент, железки умеют его отправлять, что деньги пришли, и этот ивент маршрутизируем внутрь флоу через publish event. Но на самом деле нам надо ждать не только один этот ивент, нам надо ждать еще ивент, например, от кнопки на экране, что пользователь нажал cancel, передумал сносить деньги. Еще нам надо ждать ивент от физической клавиатуры, потому что на ней пользователь тоже может нажать cancel. А еще пользователь может вообще передумать, давать деньги банку и уйти, ничего не сделав. Нам нужно ждать какой-то тайм-аут, ивент, что-то тайм-аут случился. Из коробки так просто сделать нельзя, то есть workflow, ой, bait for блокирует все выполнение и ждет одного какого-то ивента. Мы это решили с помощью как раз параллельных параллельной ветки. мы сделали на такое ожидание отдельный workflow, который запускается и параллельно начинает ожидать сразу нескольких ивентов, ну, здесь вот в примере двух, которые нам нужны. Но по умолчанию он закрывается, заканчивает работать, когда отработают все ветки. Для того, чтобы нам дождаться не всех, а только одной, нам надо только один из этих ивентов дождаться. Либо деньги положили, либо нажали кнопку cancel, либо таймер случился. А есть cancel condition у него. То есть мы делаем флажок, что все еще нужно продолжать ожидание. Как только один из ивентов сработал, как только один ивент получил, флажок сетится, соответственно, ожидание больше не нужно, и все остальные ветки по cancel condition отваливаются. И происходит publish ивента, таким образом как раз происходит взаимодействие двух flow между собой. Вот этот flow отработал, какой-то ивент публиковало в аргументах, указало, какой именно ивент случился, и то flow, которое его ожидало, получило этот ивент, узнало, что все закончено и продолжило свою работу. Еще одна из проблем, это такой неуклюжий синтаксис, особенно если у нас много уровней вложенности, если у нас какой-то большой сложный flow, обычно не все большие сложные, там начинают появляться вот эти некрасивые аргументы у метода do, можно и какими-то именами попробовать заменить, но там будут имена типа builder 1, builder 2, builder 3, потому что просто билдеры передаются. Это вначале не очень удобно, потом как-то привыкаешь, но в целом решение тоже разбивать на несколько flow. Если у нас одно flow вызывает другое flow, там, во-первых, такого уровня вложенности нет, во-вторых, в целом читать проще, когда не на 3, экрана у тебя, но только на 1. Подведя итог, мы посмотрели вообще на то, как устроен workflow, посмотрели, как сложную бизнес-задачу можно разбить на маленькие шаги, посмотрели, для каких задач подходит этот подход, посмотрели, какие сложности могут возникнуть при использовании этого подхода и в целом, как работать в библиотеке Workflow Core, но если вы заходите с какой-то другой библиотекой работать, там, в принципе, будут реализация другая, а семантически все по смыслу все то же самое. Полезные ссылки. Первые две это вот библиотека Workflow Core, про которую я говорил, и ее, к сожалению, немногочисленная документация. Следующий это инструмент Mermaid для рисования любых диаграмм. И следующие две ссылки это как раз библиотека, которая позволит простые диаграммы автоматически генерировать все шарп-коды с помощью Mermaid, их рисовать. Кстати, GitHub, например, и GitLab поддерживает автоматически. То есть, вы можете код на Mermaid положить в Markdown файлик на GitHub, и он там будет отображаться именно как диаграмму. Все на этом. Спасибо. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Есть несколько вопросов. Мы тоже используем Workflow Core в нескольких продуктах интеграционных. И вот есть пара вопросов, например, какое время жизни у вас у одного экземпляра процесса, ну, в среднем. Есть ли у вас процессы с длительным временем жизни? Да, у нас, как только банкомат запускается, спускается такой корневой флоу, который уже потом порождает из себя другие дочерние. Соответственно, вот этот вот корневой, он запущен, в принципе, все время жизни банкомата одного, пока он там либо не перезагрузится, либо какое-нибудь обновление не случится. Не было ли у вас ситуации, что он захлебывается? То есть, процесс, ну, вернее, Workflow Core хранит данные каждого шага процесса, ну, в базе, у вас, я так понял, в памяти, и хранит их все. Соответственно, ну, по нашему опыту, там, условно, 10-20 тысяч шагов, когда появляется, он начинает потихоньку умирать и потом зависать. Начинает работать медленнее, потом совсем работать перестает. В принципе, приложение, которое в Workflow Core, то есть, у нас есть два процесса, к примеру, один из них циклический, который, ну, стартует, коротенькие процессы, другие, и оно погибает полностью. Мы пока с этим не сталкивались, но, в принципе, что такое и предполагали, что может случиться, поэтому у нас есть там способы принудительно убить все флоу, которые есть, перезапустить хост и дальше продолжить работать. Ну, мы для этого сделали периодическую очистку, шагов отработаны, потому что они, в принципе, не нужны, но так архитектура устроена оверхфлокорп. Что-то еще я хотел вас спросить. Был ли у вас опыт смены версии процесса? Ну, если у вас в долгую не работает один процесс со сложными там, какими-нибудь данными, наверное, это вам не актуально, но когда вы, вот у вас много-много-много всего работает, то есть есть определенный флоу, по нему длинная работа идет в это, есть отражение в базе, а потом вам его нужно немножко изменить, могут быть проблемы. Не сталкивались с таким, Нет базы, нет проблем. На самом деле, нет, у нас есть база, там, правда, есть кодилайт, хранится какой-то стейд банкомат, но это не имеет отношения, то есть оно там само. Ну, ладно, тогда хватит. Интересно, хорошая штука, но есть нюансы. Спасибо за iPad, насколько часто необходимо добавлять кастомные в зависимости от, ну, как я понял, того или иного банкомата, либо самого банка, и каким образом тогда решается вопрос кастомизации, если вы сказали, что не используете JSON или YAML, проблема, соответственно, необходимости указывания следующих шевлов, и используете ли TDD в разработку, то есть тесты, потом вопрос. Про кастомизацию, у нас продукт пока не вышел в прод, то есть мы делаем пилоты с небольшим количеством банков, и сейчас под каждый конкретный кейс пишем свой флоу, то есть это на C Sharp, не предлагаем пока банкам это делать. У нас в будущем есть такие планы, возможно, мы сделаем какой-то дизайнер, который будет генерировать, например, этот JSON, другого JSON, да, DSL, сейчас рассказывали тоже. Разные есть пока идеи, но как это будет конкретно сделано пока непонятно, то есть пока просто на нужное количество шагов пишем, и из них собираем флоу на C Sharp. TDD нет, мы не используем, мы сначала пишем флоу, потом по ним пишем тестер. Почему? Так, сложилось. Понятно, спасибо. Спасибо за доклад, очень интересно, хотелось бы, правда, задать такой вопрос, может быть, не по докладу, просто вот, ну, я люблю работать с железками, я так понимаю, вы тоже работаете непосредственно с железом, а вот, ну, с помощью чего вообще организована работа с железом, то есть там какие-то компорты, или может быть, там, ну, вот на это сейчас зашли всякие библиотеки, которые там работают с IT, можно там, грубо говоря, напрямую там с какими-то железными портами работать, вот, ну, так, в двух словах, понятное дело, что это, наверное, НДА, все дела, вот, ну, хоть так. Есть разные типы железок, по-разному происходит работа, обычный такой common way, это производитель железки, дает нам библиотеку на C++ обычно, которая работает и, ну, всю работу по именно взаимодействию с железом делает, мы на отдельную библиотеку на C-шарпе делаем антеропы к ней, и уже эту библиотеку отдельную наше приложение, которое, вот, логику все реализует, вызывает. Есть небольшое количество железа, которые там через компорт в том числе работают, для них мы просто пишем вот такую библиотеку тоже C-шарпе, которые с ней взаимодействуют. Спасибо за доклад. Кстати, продолжение истории с железками появились не просто библиотеки, которые с EO работают, появились еще библиотеки, которые в Arduino можно даже загрузить. Да, итак, спасибо Михаилу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ